В Стамбуле идет процедура предоставления Томаса об автокефалии православной церкви Украины. Уже завтра, как ожидается, патриарх Варфоломей вручит его предстоятелю новой церкви, так называемому митрополиту Киевскому и всей Украины, Епифанию. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента в Стамбуле Анастасии Ефимовой. Анастасия, здравствуйте. Молебен в соборе святого Георгия уже закончен. А что происходит сейчас? Да, здравствуйте. Но молебен закончился буквально несколько минут назад. Вы наверняка можете сейчас видеть своими глазами, что гости еще пока не расходятся. Они по-прежнему находятся в храме святого Георгия, где-то благодарственный молебен и отслужили. Служили его, я напомню, вместе митрополит Константинопольский Варфоломей и глава Объединенной Раскольнической Церкви Украины Епифании. Специально сюда, на эти торжества, в Стамбул, приехал и президент Украины Петр Порошенко, который назвал все происходящее, я позволю себе процитировать, новой эрой мирового православия. Что звучит, ну, безусловно, красиво, но главное, отражает грустную суть. Ведь, как говорили предстоятели многих православных церквей, говорили они об этом прямо, в том числе в обращениях, которые направлялись сюда, на фонар, вот именно с предоставления Томаса, так называемой новой церкви Украины, может начаться действительно новая эпоха для мирового православия, эпоха раскола. Правда, всем предупреждением патриарх Варфоломей не внял. Процедура предоставления Томаса началась, она действительно началась с того самого молебна, здесь в храме святого Георгия на фонаре. А продолжится она чуть позже в резиденции патриарха Варфоломея, куда как раз сейчас отправился Епифаний, президент Украины Петр Порошенко, где они должны побеседовать с константинопольским патриархом, после чего Томас будет официально подписан. Правда, украинской стороне передадут его не сегодня, а только завтра, когда здесь же будет отслужена еще одна божественная литургия. После этого Томас отправится в Киев, где он будет выставлен на обозрение абсолютно всех желающих, в трапезном храме Софийского собора киевского, уже сразу после Рождества. То есть абсолютно любой верующий может прийти и посмотреть на документы. Однако интерес предоставляет, как говорят специалисты, вовсе не сам Томас, а тот устав, который к нему прилагается, потому что именно в этом уставе расписаны условия, на которых Томас предоставлен. И из этого устава станет ясно, действительно ли украинская так называемая Новая Церковь получила независимость, или же получила всего лишь такую некую автономию, которая весьма серьезно ограничена константинопольским патриархатом. А я напомню, что константинопольский патриархат претендует на присутствие своих экзархов на Украине, претендует на некоторые украинские храмы и монастыри. Так что очевидно, что Томас для Украины может преподнести еще немало сюрпризов, а совершенно не факт, что приятных. Анастасия, спасибо. На прямой связи из Стамбула была наша специальная корреспондент Анастасия Ефимова.